Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кармаскалах, Благовещенске, Языкова, Чешмах и Глиной Кушнаренкова расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. В Благовещенске открыли памятную доску Михаилу Кинишову. В Суук Чешмах прошел фестиваль чувашского кваса. И в Кушнаренково открылся ледовый городок. И загляну до Уфы теперь можно доехать 40-процентной скидкой. Вместо прежних 100 рублей теперь это будет стоить 60. На маршрут встал государственный перевозчик Башавтотранс, вытеснив с рынка нелегалов. Автобусы курсируют с 6 утра до 9 вечера. Расписание будет корректироваться в зависимости от запроса пассажиров. К тому же обещают решить проблему более сотни водителей, оставшихся без работы. Башавтотранс готов принять их на работу. На днях во второй школе Благовещенска состоялось открытие мемориальной доски памяти Михаила Кинишова. Именно здесь учился почетный гражданин города и герой Великой Отечественной войны. На открытии присутствовала дочь ветерана Евгения Акимова и племянник Владимир Кинишов с женой. Они горячо поблагодарили благовещенцев за то, что они помнят подвиги их родственника. В завершении мероприятия участники возложили цветы, а ученики пригласили всех собравшихся на концерт в актовый зал школы. В Благовещенске благоустроят дворы. Администрация города подвела итоги конкурса по отбору дворовых территорий и многоквартирных домов. Их включат в программу формирования современной городской среды. В следующем году планируется благоустроить 9 дворов, в 2020-м еще 8. Напомним, что в этом году в рамках программы обновлены 4 дворовые территории. На днях в Саукчишминском доме культуры прошел фестиваль чувашского кваса Керсари-2018. На нем выступили местные соседские фольклорные ансамбли, приехавшие даже из самых отдаленных регионов нашей республики. Они совместно со зрителями познакомились с выставкой чувашского костюма и народно-прикладного искусства. Посетили выставку национального напитка «Сара». А в завершении программы прошел конкурс чувашских обрядов Керсари. Чешминский поселковый совет объявил конкурс на лучшее предновогоднее оформление фасадов зданий и территорий организаций. Он продлится до 19 декабря, а итоги подведут 21-го. Победители получат абонементы на посещение спорткомплекса «Чешмы» и пригласительные билеты на концерты в районный дворец культуры. Комбинат питания «Чешмов» отличился на межрегиональном чемпионате кулинарии и сервиса. Он прошел в рамках форума гостеприимства на ВДНХ «Экспо» в Уфе. Комбинат представила заведующая производством школы номер один Любовь Байбурина и ее команда поваров. Первым этапом стало домашнее задание. Во втором участники готовили меню детского питания. По итогам конкурса чешминцы заняли третье место. В поселке Токчура Благоварского района установили модульный фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас в нем ведутся внутренние отделочные работы. После их завершения завезут и установят необходимое медицинское оборудование. Данный пункт будет полностью соответствовать стандартам и нормам. В нем создадут все условия для оказания первой медицинской помощи населению. Новый год уже совсем близко. В Кушнаренково официально открылся ледовый городок. Над его созданием работала команда из шести человек. Зажжена главная елка села. На ледяных горках не смолкает смех детей. Для детишек возведены две ледяные горки, лабиринт, а встречает гостей Дед Мороз и Снегурочка. Также возвели ледяной трон и, конечно же, символ приближающегося года – желтую свинью. Сам городок находится на стадионе Белоречья. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Офанет. Всего доброго и до свидания.